Всем привет! Сегодня мы снимаем неделю влога в день четвёртый. Я сегодня не сонная, не опухшая, наверное. Ну, по крайней мере, я так считаю. Сейчас я поеду в город. Малышки остаются дома. Мелодия вот проснулась, а Хлоечка ещё у нас спит. Шезлонгин уже вторым сном. Вот, время у нас сейчас полдвенадцатого. Я не знаю, сколько я приеду, но я надеюсь, что я приеду пораньше. Я еду в город просто так. То есть, скорее всего, я выберу что-нибудь малышкам, прикуплю. А так, в принципе, у меня не было такого запланировано. Просто я внезапно решила, что нужно куда-нибудь съездить. Вот. Поэтому, собственно говоря, я сейчас поеду. Я не думаю, что я что-то там много глобально так буду снимать. Но если получится, то я буду очень рада. А вот спит Хлоечка в шезлонге. Ну что ж, я уже во втором торговом центре. И я уже прикупила покупочки. Так что сейчас я иду в детский мир. Такой очень милый. 36% на труднике-фагознике-хаке-саленцов в детском мире. Все мальчишки стоят паинками, чтобы 23-го февраля получить подарок фигуру. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я снова в лифте. И я уже с покупочками из детского мира. Вот. Сейчас я поеду, скорее всего, домой. Потому что я больше ничего покупать не собираюсь. Снова привет. Я вернулась с города. То есть я приехала. Многие спрашивали, почему я говорю, что я, например, приехала с города, а не, допустим, с торгового центра. Я привыкла так говорить, потому что я живу в пригороде, то есть не в городе. Оно не считается городом. Вот. Поэтому я говорю, что я поехала в город. И я не называю название торгового центра, потому что у каждого в городе они свои. И, ну, в принципе, не вижу в этом смысла. Покупочки сейчас я вам быстренько покажу. Я не затаривалась очень сильно, потому что, во-первых, у меня нет много денег. И я потратила все деньги просто чисто на ноутбук. Вот. Может быть, он не был таким дорогим, но сколько-то денег, в общем, у меня осталось. Я решила их дотратить. Так что нужно будет копить деньги и покупать все свои хотели. Вот лежит Мелоди, кстати. Вот. И давайте начнем с детского мира. Оттуда я пошла в самую последнюю очередь, но все равно покажу вам детский мир для начала. В общем, здесь у нас подгузники. Вот такие вот. Далее. Такие две кашки Heinz. Поскольку у меня кашка Heinz была, по-моему, со вкусом, с какими-то вкусами, короче, вот. Я решила купить просто обычную гречневую кашу, просто с мега-3. С четырех месяцев. И к тому же они стоят недорого. Изначально я планировала купить смесь, но потом передумала. Но, возможно, я к вечеру схожу в магазин еще куплю. Ну, в общем, такие две кашки купила. Мне понравилось, что это с клубничкой. И тут написано 1-3 года, но я думаю, что ничего страшного. Также на кассе я увидела вот такие вот гель. Вот. И я решила купить. К тому же он был там по акции. По-моему, за 100 рублей вот такая вот баночка. Я знаю то, что они очень дорогие. Может, и не очень, но все-таки я их не всегда покупаю. И также купила вот такую вот игрушечку для Мелоди. Мелоди. Смотри, какая игрушечка. Мне кажется, ну, она симпатичная. И я скажу вам, что она была, наверное, самая дешевая и самая красивая. То есть в моем вкусе. Ну, может, не в моем вкусе, но, в общем-то, в принципе, погремушечка такая за 100 рублей. Она еще самая нормальная была. Вот. Все остальное по 500, по 800. В общем-то, я не решилась бы купить такую дорогую. И давайте покажу, что у меня в рюкзаке осталось. В общем, я сходила в Горию. Хотела еще зайти в Модис, но подумала, что как бы я уже купила в Глории. Зачем я буду покупать в Модисе? Вот так. Здесь тоже куча чеков. Хоть я и не набрала настолько, но чеки просто очень длинные почему-то. Вот. Я купила вот такой вот костюмчик. Сегодня для Хлочки я практически ничего не купила. Только все для Мелоди. Вот такие вот лосинки. И вот такая вот кофточка. Hello, my love. Привет, моя любовь. Вот. Мне очень понравилось то, что у нее вот такой вот срез на кофточке. Это выглядит очень, мне кажется, классно. И очень стильно. И сам цвет мне очень тоже понравился. Правда, мне не очень нравится то, что здесь такая яркая надпись. И вообще очень яркие нитки. Но поскольку это все сочетаемо, мне очень понравилось. Кстати, стоил он 500 рублей. Я не скажу, что это дешево. Но. Да ладно. Также я купила за 19 рублей всего лишь люди. Вот такую вот красивую, не знаю, что это такое, повязочку, бандану. Здесь. Я, кстати, не читала даже, как это называется. Тут вроде ничего не написано. Ну, в общем, ее можно как бандану, наверное, носить. И к тому же она для маленьких детишек. В общем, посмотрим. Или можно одевать на шею, наверное, как слюнявчик. Хотя она вряд ли. Ну, в общем, ее нужно погладить еще. И фотографироваться можно. Сегодня хочу устроить фотосессию. Либо завтра, не знаю, когда точно. Сегодня у меня еще в планах другое. Купила еще также вот такую повязочку. Кстати, она тоже была по акции. 59 рублей. То есть 60 рублей. Вот с такими вот цветочками. Их тут две, кстати. И вторая такая вот. То есть их нужно одевать вместе, чтобы было три цветочка. Но я посмотрю, как будет красивее смотреться. Вот это, конечно, цветочек не очень красивый. Вот эта вот штучка, она, мне кажется, лишняя. Вот, очень красивая. И для себя я купила совсем малость. Но, в принципе, мне ничего не нужно было. Вот. Я купила себе вот такие вот наклейки. Изначально они стоили 99 рублей. У меня есть такие наклейки. Только я их покупала за 99 рублей. А сегодня они были по акции. И, в общем, со скидками. Вот. И я купила еще вот такой вот наборчик, наклеечек. И также вот такие вот наклейки. Я не знаю, что это за наклейки. Они какие-то прозрачные. С юникорнами. С единорожками. То есть вот. Не знаю, как вам их показать. Они стоили 50 рублей. Все цены я вам сказала. Чтобы потом не возмущались, что я трачу очень много денег. На самом деле это не так. И я также купила вот такие вот печеньки. Купила их как для себя, так и для малыша. Потому что я сама очень обожаю вот эти печеньки. И они были по акции. Вот. И потом еще в магазине я зашла. Купила вот такой вот чай. У меня уже был такой чай в треугольничках. Короче, вот. Очень вкусный. И также купила такие вот печенья с шоколадом. Вот. Такие вот покупочки. Сейчас мы будем все распаковывать и примерить. Давайте разденем мелоди. Я забыла взять ножницы. Чтобы убрать этикетки. Так. Ну что ж, мелоди вот так вот выглядит. Очень классно. Классный вообще костюм. Просто супер. Я думаю, что на лето будет самое то. Здесь длинный рукавчик. Но он выглядит как спортивный костюм. Можно так сказать. И вот этот вот платочек я прочитала все-таки, как он называется. Это бандана. Повязка для головы. Вот. Супер вообще. Мне тоже понравилось. Но ее нужно будет погладить. Потому что она у нас мятая. Давайте откроем погремушечку. Мелоди уже не терпится ее открыть. Посмотреть. Вот такая вот игрушечка. Она достаточно легкая. Вот. С таким вот шариком. Так что, мелоди, держи. Вот так выпекается новый малыш. Тоже же я у него покажу. Так, давайте это чудо-юдо достанем. Вот такая вот милашка. Или милаш. В общем, я планирую сделать его мальчик. У нас уже вечер. Под вечер мы решили устроить фотосессию. И хлорочка сейчас лежит в платьишке. Вот в таком вот. И изначально мне очень понравилось это вот боди. Оно очень подошло к нашей повязочке. Но, к сожалению, у хлорочки ручки три четверти. И поэтому этот бодик ей не подошел. Я думаю, что потом я пофотографирую мелодию. Это было все. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний день. Если же это так, то поставьте пальчик вверх и подпишитесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр. И пока-пока. Лучка уже легла со мной спать. Продолжение следует...